В Люберцах прошел фестиваль профессий «Путь навыков». Представители средних образовательных учреждений Московской области провели для потенциальных абитуриентов мастер-классы и пригласили стать частью их команды после окончания школы. На месте работали мои коллеги. От повара и парикмахера до разработчика летательных аппаратов. На одной площадке можно подробно ознакомиться с совершенно разными направлениями, как творческими, так и техническими. Фестиваль «Путь навыков» дает возможность примерить на себя несколько профессий и выбрать среди них ту самую, одну. Здесь проходит первый в Люберцах фестиваль профессий «Путь навыков». Он вообще, в принципе, начался с прошлого года, с конца прошлого года, 22-го. Он проводится во всех муниципальных городах Московской области, муниципалитетах. В этом году это, наверное, уже 13-й по счету фестиваль. Своей компетенцией представили семь учебных заведений из ближайших округов. От самих Люберец участниками стали студенты и преподаватели техникума имени Гагарина. Они провели пять мастер-классов. Среди них эксплуатация беспилотных летательных аппаратов и обслуживание авиационной техники. Конечно, ребята очень заинтересованы. Им дают возможность даже полетать здесь. Заинтересованные на нашем стенде на обслуживании авиационной техники, они пробуют себя в виде контролера, проводят неразрушающий контроль, пробуют поставить заплатку на авиационное судно, на макете, естественно, в фюзеляже. Еще один мастер-класс от Люберецкого техникума по ландшафтному дизайну. Студенты учат школьников делать бутоньерки и знакомят их с работой флориста. Для изготовления бутоньерки нам понадобится небольшое количество цветов. И за основу берутся цветы крупного размера. Я возьму розу. После чего добавляется зелень. Я расположу ее сзади, как бы подбивая цветок. Всего на фестивале профессий продемонстрировали 15 направлений. В последнее мероприятие посетили более 600 школьников со всего городского округа. Это ученики 8-х и 9-х классов, которым совсем скоро предстоит сделать важный выбор своего будущего. Уиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.